Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Люди Церкви». Я рад вам представить сегодняшнего нашего собеседника, представителя Русско-Православной Церкви в Совете Европы, настоятеля храма всех святых в городе Страсбурге, игумена Филиппа Рябых. Здравствуйте, батюшка, благословите! Здравствуйте, Божие благословение пребывает с нами! Нашу сегодняшнюю беседу хотелось бы посвятить вызовам современности, проблемам всеобщей глобализации, чем и как живет Европа, и, конечно же, роли Православной Церкви в современном мире. Но для начала хотелось бы пояснить, для чего нужен в Совете Европы представитель Церкви, ведь это политическая организация. Для нас всех уже естественным является, когда Церковь сотрудничает с органами власти разных уровней в нашей стране, в России, или в Украине, или в Белоруссии, с центральными властями, региональными. И всем это воспринимается естественно. Может быть, есть какие-то дискуссии о формах сотрудничества. Но поскольку Церковь занимает важное место в общественной жизни, то диалог с властями является необходимым. Мы не живем в вакууме, и мы должны общаться с представителями власти. А поскольку мы живем в глобальном мире, в мире, где стираются границы, где мир становится ближе к человеку, то Церковь выходит на международную арену. И это не только связано с большими процессами мировыми, но это еще связано с присутствием наших верующих в различных странах мира. Русская Церковь сегодня развивается как международная религиозная организация. Мы не Церковь одной страны. Хотя Россия является важной страной для Русской Церкви и представляет для нее самую большую часть, тем не менее верующие Русской Православной Церкви сегодня живут на различных континентах. Даже в Антарктиде, как известно, есть Русский Православный Храм. Так вот, это побуждает Церковь свидетельствовать везде. То есть наша миссия, она не изменяется, где бы мы ни находились. Мы должны свидетельствовать. А вот форма свидетельства, она может быть различной. И мы, прежде всего, знаем это из Священного Писания. И ведь апостолы, когда пошли с проповедью в различные народы, то они также проповедовали в различных аудиториях, различным людям. И мы знаем пример хорошо, когда апостол Павел пришел в Афины и его пригласили в Ариапаг, чтобы он выступил, сказал свое слово. И мы знаем, что после этой проповеди несколько человек обратилось, но другие отказались от свидетельства апостола Павла. Вот, собственно, можно, наверное, где-то структуру Совета Европы сравнить с афинским Ариапагом современным. Таких Ариапагов сегодня много. И мы также должны здесь присутствовать, потому что обсуждаются не только политические вопросы, касающиеся отношений между различными властями европейских стран, конфликтами, вооруженными даже. Но есть повестка дня в Совете Европы, затрагивающая, во-первых, положение религиозных организаций, в том числе нашей церкви. Во-вторых, есть нравственные вопросы, которые здесь обсуждаются. Темы жизни, начала жизни, конца жизни, различных биотехнологий, семейных ценностей, положение детей, отношения с родителями. То есть очень большая повестка дня, о которой церкви есть что сказать. И поскольку Россия, Украина, Молдавия являются членами Совета Европы и также здесь присутствуют, представляют интересы своих народов, то и церкви есть что здесь сказать. Потому что решения, принимаемые здесь, или рекомендации, они отражаются на ситуации в наших странах. И церкви необходимо прямое свидетельство, чтобы не кто-то нас представлял, а чтобы мы напрямую говорили с теми людьми, принимающими решения, касающиеся наших народов. Какие задачи на вас возложены священноначалием и какие вопросы вам приходится решать, будучи представителем Русской Православной Церкви в Совете Европы? Представительство Русской Православной Церкви в Страсбурге было основано в 2004 году решением Синода Русской Церкви. И с тех пор, собственно, оно начало действовать. Безусловно, оно было создано на пустом месте. Потребовалось несколько лет. Мой предшественник, игумен Филарет, который сегодня занимает должность заместителя-председателя отдела внешнецерковных связей, трудился на этом поприще. Его трудами делались первые шаги, и, собственно, развивалось наше представительство. Я сменил его на этом месте по решению Священного Синода и продолжил дальше трудиться уже на неком подготовленном месте. То есть это мне позволило иметь некий трамплин, чтобы двигаться дальше. И вот я увидел, что у нас здесь прежде всего есть большая задача отслеживания и по возможности участия в рассмотрении дел в Европейском суде по правам человека. Это структура Совета Европы. Мы много слышали о деятельности этой организации по разным делам. И вот эта организация очень важна в структуре Совета Европы, потому что она принимает решения, обязательные для стран-членов. Если другие структуры Совета Европы дают рекомендации, нечто советуют странам, их советы могут приниматься, могут не приниматься, то вот если что-то принимает Европейский суд по правам человека, то это подлежит обязательному исполнению страной-членам Совета Европы. Поэтому особое внимание к таким делам. Вот есть ряд дел, касающихся положения религиозных общин. Есть дела, можно удивляться, может быть, люди об этом не знают, но которые касаются внутренней жизни церквей. И то, что для нас кажется, может быть, естественным, что, например, какие-то канонические вопросы должны решаться внутри церкви, священно-началием, соборным разумом, то вот не всегда это бывает очевидно, например, для светского мира, секулярного. И есть уже ряд таких дел, касающихся внутренней жизни церквей. Например, несколько лет назад рассматривалось дело Болгарии, когда раскольническая группа под руководством так называемого митрополита Иннокентия подала в Страсбургский суд жалобу на канонического патриарха Максима с тем, что он незаконно занимает свое положение. И Страсбургский суд принял решение, принял сторону этого раскольника. Тогда русская церковь по приглашению патриарха Максима включилась в этот процесс рассмотрения. Мы активно очень участвовали в этом процессе. И надо отдать должное, болгарское руководство сделало все, чтобы это решение не повредило жизни церкви. Вот такой пример принятия решения против канонических правил. Мы рассматриваем как вмешательство во внутреннюю жизнь церкви. И нужно сказать, почему это русской церкви важно и интересно. Не потому, что только что это братская поместная церковь. Безусловно, мы должны ее поддерживать в трудную минуту. Но это еще касается и нашего положения, потому что решения, принимаемые в европейском суде, имеют прецедентный характер. То есть они при случае повторения подобных ситуаций предыдущие решения рассматриваются как образец для принятия нового решения. И естественно, в данной ситуации мы не знаем, что нам готовит будущее. И мы должны уже сейчас в таких случаях готовить свою аргументацию и аргументы для защиты в европейском суде. А сейчас, на данный момент, например, рассматривается дело против Румынии. Оно касается группы священнослужителей и мирян, которые занимают административные должности в румынской церкви. И они захотели создать свой профсоюз для того, чтобы вести переговоры со священно-началием. Священно-началие все-таки отстояло ту позицию, что нельзя без благословения принимать такие решения, поскольку дисциплина церкви, ее порядок, он освящен веками, традицией, апостольскими правилами. И кардинальная смена этого порядка, в общем-то, означает разрушение церковной жизни. И оно выступило против подобного профсоюза. Когда ситуация обсуждалась в Румынии, то многие из этих людей, священников, их было около 40 человек сначала, они оставили эту идею. Но осталась небольшая группа, 5-6 человек, которая все-таки упорствовала и дошла до Страсбургского суда. Они подали жалобу против румынского государства, которое поддержало каноническую церковь в ее позиции на том основании, что это внутреннее дело церкви, что государство не может вмешиваться в порядок отношений между священниками и епископами. Если демократический порядок гарантирует в том числе священнику, который не согласен со своим священноначалем и он все-таки не хочет подчиниться каноническому порядку, всегда есть возможность просто уйти из церкви. Это, конечно, грех, это человек грешит против церкви, но с точки зрения светского государства у него есть свобода. Он может выйти из состава православной церкви и строить свою жизнь так, как он считает нужным. Ничего ему это не мешает. Вот румынское государство заняло такую позицию, что это дело румынской церкви решать внутренние вопросы. Но вот эта группа посчитала, что румынское государство должно было встать на их сторону. Поэтому оно подало жалобу против румынского государства. Было принято решение в пользу этой группы. Есть такая процедура обжалования решения Страсбургского суда. Вот оно было сделано, обжалование. Румынское государство подало обжалование. Вот сейчас оно было принято к рассмотрению. И сейчас мы находимся в новой стадии пересмотра этого решения. И вот в данном случае это конкретное дело. Русская православная церковь, наше представительство, выступило на стороне румынской церкви и будет подавать свое экспертное заключение в Страсбургский суд по данному вопросу каноническо-юридический анализ ситуации. Вот это очень конкретная ситуация. Это то, что наше представительство здесь делает, какая повестка дня у нас есть здесь, и как мы на этом конкретном случае, на этом примере конкретном работаем в Страсбурге. А кроме русской православной церкви, кто-то еще представляет религиозные организации, может быть, другие конфессии? На данный момент представителей других поместных православных церквей при Совете Европы нет. Вот когда появилось дело против Румынии, Румынская церковь проявила большой интерес также к участию в работе Совета Европы. И в апреле был визит патриарха румынского Даниила в Страсбург. Он выступал перед парламентской ассамблеей Совета Европы в таком же формате, как когда-то выступал святейший патриарх Алексей II и обратился к депутатам со своей речью. Вот он, когда он здесь был, он увидел эту необходимость присутствия также Румынской церкви в Страсбурге. Дело с Румынским профсоюзом тоже показало актуальность этого присутствия. Я думаю, что, может быть, со временем, в ближайшем времени, может быть, так статься, что Румынская церковь решит открыть свое представительство в Страсбурге. Другие церкви пока не проявляют инициативности в этом отношении. Есть представительство Римно-католической церкви, оно уже существует с 70-х годов. Как известно, Римно-католическая церковь имеет статус государства, Ватикан, которое признано другими государствами и имеет дипломатические отношения со всеми практически странами мира. Поэтому в Совете Европы Ватикан присутствует именно как государство, но не в качестве полноправного члена, а в качестве постоянного наблюдателя в Совете Европы. Это дает возможность участвовать в заседаниях, но без права голосом получать официально всю информацию о деятельности Совета Европы. Конечно, это дает достаточно большие преимущества для римно-католической церкви. Наше представительство таких преимуществ не имеет. Наша работа построена на доверительных отношениях, на отношениях с представителями различных государств, с представителями секретариата Совета Европы. Нам в этом отношении несколько труднее работать, чем, например, римно-католической церкви. Мы тоже, когда встречаемся с различными чиновниками Совета Европы, на это обращаем внимание, что здесь есть некая несправедливость, что все-таки римно-католическая церковь, крупная действительно церковь Европы имеет возможности напрямую следить за работой Совета Европы. Наша русская церковь, в общем-то, тоже представляющая достаточно большой вес в Европе не имеет такой возможности. Но надо отдать должное, что все-таки со стороны представителей Совета Европы мы встречаем очень благосклонные хорошие отношения. И вот когда я прибыл сюда в Страсбург, я повстречался с главами всех структур Совета Европы, мне был оказыван очень радушный прием, такое очень доброе отношение, и мы, в общем-то, остаемся в рабочем контакте с структурами Совета Европы различными. А в Европе насколько свободно можно исповедовать свою веру? Сейчас я думаю, что вообще мы живем что в России, что в Восточной Европе, что в Западной Европе в такие свободные времена. И каждый человек может выбирать, верит он или не верит. Наверное, такой вообще уровень свободы религиозной трудно найти в прошлом. И здесь, в Западной Европе, в Страсбурге, в центре, географическом центре Европы, нам ничего не препятствует исповедовать свою веру. И наши многочисленные соотечественники, которые здесь проживают, которые интегрированы в местную жизнь, их дети ходят в детские сады, школы, они работают в учреждениях Франции или Германии соседней. И собственно, они могут посещать богослужения. Здесь даже есть такие преимущества, может быть, даже по сравнению с Россией или Украиной, человек имеет право на несколько выходных в году по мотивам участия в религиозных праздниках. И если календарь человека верующего не совпадает с календарем официальным, государственным, потому что здесь доминирует календарь католический, протестантский, то он может взять выходной для того, чтобы посетить свою религиозную общину в день важного религиозного праздника. И наши прихожане этим тоже пользуются. и в дни больших праздников они берут выходные и приходят в церковь на богослужение. Есть другой момент, касающийся атмосферы некой вокруг религиозных людей, вокруг религии. И можно встретиться с людьми или группами людей, которые критически настроены к вере, которые вообще не нравятся верующие люди. А когда они видят еще молодых людей или среднего возраста людей, то это производит возмущение у них. Но я бы не сказал, что они как-то сильно нам препятствуют и мешают. Они иногда устраивают какие-то акции, они могут как-то о себе заявлять, но это не приводит к какому-то ограничению нашей религиозной жизни. Здесь, например, здесь, в Страсбурге, где мы живем. В Великобритании был скандал, когда гражданам страны, исповедующим христианство, запретили носить крестики. Как на это проявление отреагировал Совет Европы? Да, эти дела очень хорошо известны. Они находятся сейчас на рассмотрении в Европейском суде по правам человека. это еще одно дело, за которым мы очень внимательно следим. Речь идет о двух делах, о двух истцах, двух женщинах против Великобритании. Одна была стюардессой в Бритишей Вейс работала. Точнее, она не стюардесса была, а она работала на регистрации. и нося форму компании, в ее разрезе платья формы был виден ее нательный крест. И вот компания ей предписала снять этот крест, потому что внутренними правилами это не разрешалось. Это при том, что, например, иудеям разрешалось носить кипу, а сикхам тюрбаны. И когда Ивейда ее, это госпожа Ивейда, это пострадавшая, ее сотрудники, которые вместе с ней трудились, обратились к руководству, ссылаясь на эту норму, сказали, да, у нас есть такая норма в правилах, но к нам никогда не обращались христиане, которые просили о том, чтобы в этих правилах разрешалось носить какие-то христианские символы. И вот они, в общем-то, попросили, все-таки, да, вот раньше не обращались, сейчас обращаются. Компания запретила ходить этой женщине на работу, пока она не изменит свое поведение. Несколько месяцев она была дома, без работы, но она оказалась активной, она все это познакомила людей, публику через интернет с этой ситуацией, и пошел шквал поддержки в ее пользу. Многие даже люди известные Великобритании высказались в ее поддержку, и Бритишевес отменила, изменила свое решение. Они внесли разрешение на ношение креста открытым нательного крестика, в общем-то, для женщин или для других своих сотрудников своей авиакомпании. госпожа Вейда совершенно справедливо попросила компенсации за те месяцы безработицы, которые она была вынуждена провести, ссылая, что это была дискриминация. Действительно, это было так и было, но компания Бритишевес отказалась признать это дискриминацией и платить ей удержанные деньги. Тогда она подала суды, она их проиграла в Великобритании, вот она пришла сюда в Страсбург, подала на авиакомпанию здесь. Другой случай касался медсестры, работавшей уже в государственной больнице, и она также носила крестик, ну вот появилась новая форма с таким вырезом, открытостью, и крестик оказался виден. Ей тоже попросили снять, в то же время другим медсестрам мусульманкам разрешили носить хиджабы, платки, и они остались в них. Она отказалась снять крестик, ее уволили. Сначала перевели ее на менее оплачиваемую работу, а потом сократили ее должность и человека уволили. Вот она также подала жалобу в суды, но проиграла в Великобритании, дошла до Страсбурга. Сейчас эти два дела рассматриваются. Вот 4 сентября было первое слушание по этим делам здесь в суде по правам человека, и в декабре должно быть следующее слушание. Уже премьер-министр Великобритании высказывался с такими добрыми словами в адрес ношения креста, то есть, видимо, тоже все-таки произошло осознание того, что нельзя запрещать людям того, что было разрешено на протяжении столетий, ни у кого не вызывало в Европе никакого чувства агрессии, ненависти или нетолерантности, и вдруг почему-то кто-то решил, что ношение креста нательного оно вдруг может быть нетолерантным, кому-то что-то навязывать. Это действительно люди сейчас произошло некое сознание, эволюция ситуации, уже вот премьер-министр Великобритании высказывал надежду, что суд примет правильное решение, хотя оно будет против Великобритании, поскольку суды Великобритании отказались поддержать этих двух женщин. Мы будем следить за развитием ситуации, я бы сказал, что мы не просто следили, мы сделали совместно с институтом церковно-государственных отношений в России, в Москве совместное экспертное заключение, мотивируя и обосновывая право верующих людей носить нательный крест. Для нас это православных людей, это вопрос нашего исповедания. Люди за крест страдали и умирали в 20-30-е годы и в течение всего советского времени. Это было исповедничество. Поэтому для нас защита креста это не только поддержка этих двух женщин, которые не принадлежат православной церкви, они являются протестантами обе, но это для нас поддержка принципа, принципа для всей Европы, что христианин может и имеет право носить открыто нательный крест. Так что вот это тоже пример того, чем занимается представительство русской церкви здесь в Совете Европы. Уже более полугода в России никак не утихнет скандал с печально известной группой пуссирует устроившие пляски на омвоне храма Христа Спасителя и, как ни странно, Запад пытается давить на Россию, обвиняя власти страны в политической подоплеке данного дела. Ну а в самой Европе имеет ли место быть такая Россию? Во-первых, Россия это тоже Европа. Во-вторых, поэтому Россия имеет такое же основание и такое же право вносить свой вклад в развитие континента и всей Европы. Во-вторых, если говорят какие-то отдельные люди, даже отдельные политики, пусть даже на высоком уровне, это еще не вся Европа. И есть другое мнение, есть другие взгляды на эту ситуацию. Просто оказалось так, что самые шумные, самые горячие, которые привлекли внимание СМИ, которые оказались на экранах и в информационных сводках, они собственно вдруг для нас составили некое мнение Европы. Вот недавно буквально мне, как раз мы сейчас когда праздновали память веры, надежду, любови, и мы общались с владыкой Феофаном, архиепископом берлинским и германским, и он показал мне фотографию акции сторонников группы вот этих женщин, потому что не хочу называть этого имя, оно неприличное по-английски. Может быть, для русского уха оно звучит нейтрально, но по-английски это название неприемлемое, поэтому скорее вот можно это назвать группой женщины или каким-то другим образом, но не хочется произносить слух названия этой группы. Вот они договорились провести акцию у собора нашей берлинской епархии. и по фейсбуку, по интернету, другим сетям разослали приглашение на этот протест. Вы знаете, удивительно, что представителей СМИ пришло на этот протест больше, чем самих протестующих. Протестующих было три человека, три девушки, а представителей СМИ около 15-20 человек. И Владыка мне показал фотографию, где стоят эти три девочки, вокруг них стоят представители СМИ, и они у них наперебой берут интервью. И вы знаете, это такая картинка масштабов и размеров поддержки этих женщин. И она действительно соответствует реальной здесь ситуации. Вот что я, например, вижу, когда я общаюсь с людьми. То есть это отдельные группы, это меньшинство. Это нельзя говорить, что Европа поддерживает этих поступок. Потому что я не знаю, откуда берется представление о поддержке Европы. Вот госпожа канцлер Меркель сказала в их защиту слово. И через какое-то время в Кёльнском соборе повторилась такая же акция, после которой эти люди, ворвавшиеся в храм католический Кёльнский собор, самый большой католический собор Европы во время мессы католической, они были арестованы полицией, и они попадали под обвинение о хулиганстве, которое лишало их свободы до трех лет. И сразу тон изменился, сразу же изменился. Потому что Господь какие-то вещи иногда попускает, чтобы люди просто на своей шкуре почувствовали то, что они не хотят принять боли других людей. Вот некоторые политики здесь в Европе не захотели понять боли православных людей в России или в Украине, когда пилили крестом. И они пошли по очень формальному простому пути. им нужно во что бы то ни стало найти аргументы против современной российской власти. И для них все, что льет воду на их мельницу, подходит. И вот эти силы тут же это подхватили. И не захотели увидеть боли, которую испытали верующие люди. Им оказалось на нее наплевать, грубо говоря. Действительно, не побоюсь этих слов, потому что действительно так оказалось. Но когда здесь это произошло в Европе, в Кельне, тогда как-то сразу все задумались. А еще, когда мы здесь в Совете Европы обсуждали эту тему, была конференция в Албании под эгидой Совета Европы в начале сентября. Посвящена она была религиозному измерению межкультурного диалога. Мы обсуждали темы, которые актуальны сегодня для межкультурного диалога в Европе. Как люди разных культур, разных религий между собой находят общий язык. И вот мы коснулись тоже этих тем. Я как раз на этой конференции привел список случаев до Москвы, до Храма Христа Спасителя. Эти колокольчики звенели по всей Европе. В Риме, Мадриде, Осло были подобные акции. Когда люди врывались во время богослужения в католические соборы, совершенно с повесткой дня, не касающейся церковной жизни, их требования касались каких-то общественных позиций, нравственных позиций. И таким путем давления, потому что по-другому это назвать нельзя, давления психологического, такого вот, которое основано на наглости, на неуважении другого человека, нежелании вести с ним диалог, а просто оскорбить, просто унизить. Используя вот эти вот средства, люди врывались в соборы и устраивали там совершенно бесчинные акции. И потом произошла акция в Храме Христа Спасителя. Это не что-то особенное, это вот тенденция по всей Европе. Но только в России наше общество оказалось, может быть, проявило более такую здоровую реакцию на это. Она сказала, что мы не можем этого принять. Я должен свидетельствовать, что здесь эта позиция была услышана. Вот русская церковь, наше представительство здесь, мы тоже сделали много для того, чтобы прояснить здесь ситуацию в Совете Европы. Я давал доклады, делали доклады на английском языке о ситуации, чтобы представить эти случаи, происходившие в Европе, о том, что на самом деле произошло, в чем это нарушает права верующих людей. И вот эта информация, приток постепенной информации, адекватной о том, что произошло в Москве, он потихонечку здесь изменил настроение. И вот, например, уже на одном из заседаний, просто процитирую, потому что это стоит, цитаты, на одном из заседаний комитета министров генеральный секретарь Совета Европы сказал следующую вещь. Вопрос о проникновении в церковь для совершения запланированных действий, не связанных с деятельностью церкви, и без ее предварительного согласия, не имеет отношения к вопросу о правах человека. Вот это слова генерального секретаря Совета Европы, характеризующая ситуацию с этой группой и с ее акциями в Храме Христа Спасителя. И наша позиция здесь, отстаиваемая в Совете Европы, очень простая и ясная. Мы не выступаем против свободы слова, свободы самовыражения, но для этого есть другие площадки, другие возможности, чтобы высказать свое отношение к политике страны, политике власти, интернет, масс-мидия, площади. Пожалуйста, выходите, протестуйте, есть закон для того, чтобы обеспечить ваши права. Но церкви, святые места предназначены не для этого. Закон защищает эти места, потому что они позволяют верующим реализовать свою свободу и свои права на исповедание своей веры. И мы специально создаем эти места для исповедания своей веры. И закон нас защищает в этом. Поэтому это уже происходит, это не некая свобода, а это уже вторжение в пределы чужой свободы. Какая же это демократия? Какие же это права человека? И поэтому генеральный секретарь, он говорит, что это не имеет отношения к правам человека вообще, потому что в данном случае нарушены права верующих, которые испытали это вторжение и эту агрессию. И вот наше слово здесь, оно не против свободы самовыражения или свободы собраний, только все должно быть действительно демократично, не должно быть двойных стандартов, а закон для всех. и должны быть защищены права и верующих, и неверующих, но только в тех пределах, которые бы не оскорбляли другую группу людей. В России часто говорят, что на Западе демократия, полная свобода слова, каждый может высказывать свое мнение и оставаться безнаказанным. Так ли это на самом деле? Конечно же, здесь свобода слова существует. Просто для того, чтобы что-то сказать или с чем-то выступить, приходится иногда пробираться через лес, дремучий лес разных стереотипов, разных ложных представлений. И прежде чем что-то сказать, чтобы тебя услышали, нужно очень многие вещи пояснить. Надо о многих вещах просто рассказать. И после этого ты можешь быть услышан. Я бы не сказал, что здесь все настолько идеологизировано и настолько находится может быть под давлением некой такой жесткой линии на противоборство или на борьбу с религией, с верой, с христианством. Есть отдельные группы, которые порой проявляют себя очень активно, организованно и они преуспевают выражение своей позиции. Но если верующие люди проявляют также активность, если они также проявляют свою организованность, то они тоже могут добиваться очень хороших результатов. Вот, например, приведу случай с тем, что произошло в Италии, когда против Италии был подан иск одной гражданки о снятии распятий в классных комнатах, то Европейский суд решил, что действительно должны быть сняты. Это вызвало огромное возмущение в Италии. Но и более того, другие страны поддержали Италию, в том числе Россия и Русская Православная Церковь. По одной простой причине, как я уже говорил, что эти же дела могут быть применены и к нам. Во-вторых, мы помним из своей истории недавней, как и кто выносил распятие из храмов, из школ, и как это все делалось, и к чему это все привело нашу страну. Мы это все очень хорошо помним. И мы выступили на стороне Италии, поддержали здесь итальянцев, потому что мы поддерживали общее европейское христианское наследие. И это сработало. Европейский суд по правам человека пересмотрел это решение и отказался от своего первого решения, оставив в покое распятие в Италии. То есть можно добиваться результатов, если мы работаем слаженно, если мы такие вопросы не пропускаем, если мы не надо никого громить, не надо проявлять агрессии, просто нужно делать хороший юридический анализ за ситуацию, надо их представлять соответствующим структурам, надо делать заявления в прессе, надо встречаться с людьми, объяснять нашу позицию. То есть нужно действительно предпринимать некий комплекс шагов для того, чтобы отстоять свою позицию мирно, спокойно, ну, силой, с уверенностью, с помощью Божьей, безусловно. Без этого никак никуда мы не денемся, но Господь ищет в нас своих сработников в том, чтобы мы не сидели сложа руки, чтобы мы просто не вздыхали и не охали, а чтобы мы действительно предпринимали шаги конкретные. Нам нужны юристы, грамотные юристы, которые разбирались бы в светском праве и в том, как защищать права верующих. Это возможно, механизмы есть, механизмы работают, но только нужно это делать, не просто что-то в СМИ заявить какие-то громкие слова, а надо сделать анализ, надо собрать информацию, надо сделать доклад, надо его распространить, надо провести конференции. Вот тогда это может работать, тогда нас могут услышать. Я это наблюдаю каждый раз здесь, то есть иногда трудно, иногда сложно, иногда берет какое-то отчаяние, но ты видишь, что все равно это возможно. Главное, нужно работать, надо трудиться, зная все эти процедуры, зная все, как это работает, и тогда мы можем добиваться очень хороших результатов и отстаивать свои права, свою духовную идентичность, свою культурную идентичность. Это возможно. Поэтому это тоже одна из причин открытия представительства здесь в Страсбурге. Перейдем к вопросу воспитания подрастающего поколения. Российские законодатели под предлогом защиты детей собираются рассматривать закон о ювенальной юстиции. А в Европе рассматриваются ли подобные вопросы? Вообще в центре различных решений законодательных касающихся ювенальной юстиции лежит некая философия. И она касается вообще философии прав ребенка. Сидна очень все видят в каком сложном положении находятся дети. Есть такое в Европе, но наверное в России и в Украине это более заметно, поскольку в мирное время у нас очень много брошенных людей, очень много неблагополучных семей, где ужасные отношения родителей и детей. мы тоже все видим, православные люди, мы от этого переживаем и страдаем от того, что происходит. Но какие делаются выводы? Вот мы делаем выводы о том, что надо укреплять семью, что если такой происходит развал семьи, значит нужна политика социальная, идеологическая, медийная, информационная, которая бы была направлена на поддержку укрепления семьи. А кто-то делает другие выводы, а кто-то считает, что нужно в этих условиях не решать проблему, потому что некий распад, мы не можем удержать распад, вот он идет, вот семья ломается традиционная, что-то мы выходим на какие-то новые формы социальных отношений, вот так люди рассуждают сегодня некоторые. И поэтому не нужно архаизмов этих, может быть мы сейчас выйдем с новыми технологиями, биотехнологиями, суррогатное материнство, дети из пробирки, клонирование, там еще у людей кружится голова от всех этих идей. Может быть мы вообще выходим на какой-то новый уровень социальной организации, общества, где семья уйдет в прошлое. Поэтому они делают выводы, не нужно поддерживать устаревшие институты, может быть это дело в этом институте, что он не работает. и они начинают говорить, вот есть личность, вот есть ребенок, вот надо защищать его права. Соответственно мы должны построить систему так, как защищать права ребенка. Ребенок должен знать о своих правах, то есть прежде всего это образование, воспитание ребенка, научение его правам. То есть он должен знать, на что он имеет право, и соответственно случаю жаловаться определенные органы властные о том, на своих учителей, на своих родителей, родственников и прочее. Но я не знаю, с чем это связано, с какими вот постоянно какая-то планка этих обучений правам ребенка опускается. Я не знаю, то ли эти люди не знают элементарных вещей о детской психологии, о том, что действительно все-таки сознание ребенка только развивается, оно складывается. И, может быть, какие-то вопросы, касающиеся оценки ситуации, в которой ребенок находится, они не могут быть совсем правильными, адекватными. Не хватает опыта, не хватает у ребенка еще способности это правильно сформулировать. И отсюда могут быть искажения. Вот мне как-то один священник рассказывал такую ситуацию из жизни здесь Европы. Это произошло в Германии. Одна наша прихожанка в храме пришла к батюшке и сказала, что вот моя дочь 15-летняя не хочет, на меня жалуется постоянно. И она вот в социальные службы звонила, хотят прийти ее забрать в общежитие от меня, плачет, надрывается. Ну и батюшка с ней поговорил, и он ей такое предложил. Ну, если она этого хочет, ты позволь ей это сделать. Пусть она сделает, как она хочет. И посмотри, что будет. Она уже все-таки взрослая достаточно, не совсем малый ребенок. Вот, помолись Богу и вот разреши все это сделать. И она как-то ее это успокоила, она действительно решила это сделать. И вот пришли эти люди из этой социальной службы. Она вот начала жаловаться на маму, на правила, которые та ей предъявляет, что она должна прийти в такое-то время домой, что там ей нету житья и все прочее. И мама как-то так неожиданно для дочки сказала, ну, хорошо, если ты хочешь этого, пожалуйста, ты можешь идти туда. Они ее забрали. Вот эта дочка через неделю вернулась. Сама оттуда сбежала, потому что там условия проживания еще более жесткие. Дисциплина. Во столько-то надо приходить еще раньше домой. В такие-то часы надо есть. Все по расписанию, все строго, все под отчетом. Эта девочка увидела, что ее условия дома, они намного свободнее, более теплые, сердечные, чем там, как по такому немецкому рациональному порядку. И после этого она изменила свое отношение к своей маме. Она успокоилась, перестала жаловаться на свою маму. Вот все познается в сравнении. Я думаю, что нельзя это рассматривать панацеей от бед. Мне кажется, что все-таки церковь и другие традиционные религии предлагают правильный путь, испытанный веками, укрепление семьи. Ничего человеку не заменит семью, настоящую семью, настоящих родителей. И вот эта позиция, она здесь тоже есть, у нее сторонники в Европе. Это католическая церковь, это некоторые традиционные протестанты, иудеи, мусульмане, и светские люди есть. То есть достаточно у нас большой круг сторонников. Нам есть на кого опираться, мы не одиноки. Но в наших странах нам нужно, конечно, отстаивать то, что русская церковь там играет главную роль. И мы, безусловно, должны делать упор на, прежде всего, семейной политике, на поддержке семьи. Как остро стоит проблема рождаемости в Европе? Я не владею цифрами, но вот такая зарисовка. Здесь, бывая в разных городах, во Франции, я вижу здесь очень много молодых семей, людей, которые 25-26 лет. У них подвое детей маленьких, значит, может быть, еще будут дети. Здесь люди отдыхают с семьями. Здесь принято отдыхать с семьей. Здесь в воскресенье закрыты все магазины. Это делается сознательно, для того, чтобы люди проводили воскресный день со своей семьей. Мы забыли об этом. У нас в советское время тоже так было. Но сейчас люди едут в магазины, проводят выходные в этих поисках продуктов, и они друг другу не уделяют времени. А здесь очень развита семейная политика. Мы как раз об этом мало знаем. Нам почему-то из Европы только рассказывают о каких-то страшных программах, которые отсюда приходят, которые здесь не нашли поддержку, их пытаются все-таки в России провести, как на неком таком полигоне испытательном. Что вот тут какие-то упертые люди сидят, закоренелые в анахронизмах. А вот давайте там, где люди как-то еще можно надавить, как-то еще нет такого четкого мышления государственного, давайте там попробуем эти программы провести. Вот нам то, что здесь не проходит, нам как туда пытаются это все свалить. А здесь, во Франции, например, очень сильные программы поддержки семьи. Социальные, в школе, мне прихожане рассказывают, как относятся педагоги к образованию, как они относятся к контакту с родителями, как выстраиваются вот эти отношения по треугольнику педагог-родители-ребенок. Какое здесь телевидение, и что можно и не разрешено для детей. В каких-то городах, вот в нашем городе, здесь, в Страсбурге, например, нет никакой рекламы, откровенной тем более. Есть какие-то маленькие щиты, нету каких-то больших кричащих плакатов. Достаточно очень психологически, эмоционально ровная атмосфера. Очень много вот таких продуманных шагов, касающихся семейного отдыха, семейных, совместных времяпровождений с семьей. И есть люди, семьи, я их здесь вижу больше, к сожалению, чем в России и вот в наших странах. Это вот, это зарисовка живую. То есть они, может быть, здесь, конечно, говорят о том, что падает рождаемость. Но вот визуально, на глазах, ты видишь, что здесь очень много молодых семей с детьми. И все-таки это оставляет некое позитивное впечатление. Я вот, когда каждый раз на это смотрю, думаю, вот как бы хорошо, чтобы у нас тоже так было. Так что о демографии можно рассуждать. Может быть, конечно, хотелось бы, чтобы она была, так, ее планка поднималась. Но то, что уже здесь есть сейчас, это уже выглядит более позитивно, чем в наших странах. А вы, как представитель Русской Православной Церкви в Совете Европы, поднимаете ли данные вопросы на рассмотрение? Ну вот, собственно, как раз здесь и стараемся сформулировать позицию Русской Церкви по всем этим актуальным вопросам, касающихся семьи, касающихся жизни, касающихся положения религиозных общин. У нас делается сегодня, в общем-то, ведется работа очень интенсивная в социальной сфере, в сфере работы с молодежью, в сфере культуры, в сфере СМИ. У нас есть опыт, с которым можно поделиться, который можно представить. И я, в общем-то, тоже вижу свою такую скромную задачу даже просто транслировать. То есть даже не нужно чего-то нового выдумывать, просто нужно здесь доводить до людей вот то, что у нас есть. То, что мы имеем, чем мы живем на самом деле. Не что-то горячее, не что-то такое жареное, что сюда доходит, а все остальное не слышно и не видно. И у людей здесь складывается впечатление, что в России совершенно какой-то развал, что в России нет ничего хорошего, множество стереотипов. И вот я вижу свою задачу в том, чтобы вот этот позитивный опыт, положительный опыт, который есть в нашей церкви, его доносить здесь, рассказывать о нем в Совете Европы, люди, которые здесь живут. Вот, собственно, она очень широкая, эта повестка. То, чем живет Русская Церковь сегодня, собственно, является повесткой дня представительства Русской Церкви в Страсбурге. Готовы ли чиновники из Совета Европы прислушиваться к голосу церкви? Каждый раз при встречах с чиновниками Совета Европы, когда мы им даем новый материал или в беседе проясняем некие события, происходящие на Востоке Европы, поясняем наше церковное отношение к тем или иным вопросам, то я вижу каждый раз, что у человека появляется новое понимание церковной позиции, прояснение этого. Это часто очень большая помощь. То есть человек, уже зная это, имея эти факты на руках, имея такое объяснение, он уже не сможет, или, по крайней мере, будет очень тяжело принять что-то, что расходится или работает против Русской Церкви. Вот эта работа, она может быть не такая результативная в том плане, что у нас там нет каких-то документов, декларации. Потом иногда, знаете, бывает, когда какие-то даже документы есть, они оказываются мертвыми, неработающими, его выпустили документ, а что с ним дальше? А вот то, что человек может изменить какое-то решение, свою внутреннюю установку, и потом это повлияет на принятие решение существенного, которое будет потом обязательно для исполнения, с неким нюансом, с некой корректировкой, это уже является большим достижением. И, например, просто как некий тест отношения к Русской Церкви. Каждый раз, когда я встречался с людьми из Совета Европы и рассказывал им, помимо наших позиций, по общественным вопросам, нравственностям, говорил о том, что нам предстоит построить храм здесь, в Страсбурге, то я встречал всегда очень горячую поддержку от генерального секретаря Совета Европы, от председателя Парламентской Ассамблеи Совета Европы, от председателя Европейского Суда по правам человека. И вот это является неким индикатором отношения к Русской Церкви, что нам предлагают сотрудничать, нам предлагают общаться. И вот сейчас, когда у нас проходит визит украинской делегации, во главе с владыкой Антонием, управляющим делами Украинской Церкви Московского Патриархата, я это тоже имел возможность наблюдать. Он встречался с заместителем генерального секретаря Совета Европы. И тот диалог, который состоялся, то, с какой открытостью и с предложением конкретного сотрудничества со стороны Совета Европы, опять же, проявила и показала, что есть интерес, есть желание слушать голос Русской Церкви и стараться его учитывать при принятии решений в Совете Европы. Вы уже упомянули о русском храме всех святых в Страсбурге. Расскажите об истории его возникновения и повседневной жизни прихода, где вы являетесь настоятелем. Приход всех святых в Страсбурге был создан в 2003 году в составе Корсунской епархии. Затем, в 2004 году, когда Священный Синод принял решение об открытии представительства Русской Церкви при Совете Европы, то этот приход был выделен из состава Корсунской епархии, ему был придан ставропегиальный статус, то есть прямое подчинение Святейшему Патриарху. И таким образом этот приход стал развиваться. В следующем году он нам исполняется 10 лет. Причем приход был создан именно в день всех святых 22 июня 2003 года. Инициативная группа собралась здесь, в Страсбурге, и создала этот приход. Он был зарегистрирован в органах местной власти. Сюда ходят люди разных национальностей. Здесь есть русские, украинцы, белорусы, молдаване, грузины. И это действительно очень интернациональный приход. Люди с разным прошлым, с разным культурным контекстом. Но всех их объединяет Русская Церковь. Мы стараемся служить регулярно, пока нам силы позволяют совершать богослужения в субботу и воскресенье, на двунадесятые праздники, в дни особо почитаемых святых. Мы совершаем молебны. Здесь, в Эльзасе, есть много христианских святых, святынь. И одна из наших главных святынь, рядом со Страсбургом, которая находится, это храм, где хранились мощи веры, надежды, любови в матерях Софии 777 года. Когда они были перенесены из Рима сюда, под Страсбург. И мы стараемся каждый месяц совершать молебны. Сюда к нам приезжают паломнические группы. Мы также служим молебны с акафистами или же служим божественной литургии. Если это большая группа, есть желание послужить божественной литургии рядом с ракой, где находились мощи святых мучениц. Мы стараемся узнавать о святых этой земли, живших до разделения церквей. Потому что это святые наши православные церкви. И очень важно, живя здесь, молиться им. Потому что они подвязались здесь. Потому что они молились здесь, трудились здесь. И они имеют особую любовь к людям, проживающим на этой земле. И особое ходатайство пред Господом за них. Мы узнаем о таких святынях, ездим к ним, совершаем у них молебны. Это святая Адилия, это святая Ришарда, святая Аталия. Я только перечисляю имена этих святых. Мы собираем об них информацию. Это действительно очень интересные подвижницы, подвижники этой земли. И наша община потихоньку растет. В Страсбурге очень много русскоговорящих людей. Вокруг Страсбурга. Здесь буквально в 20 километрах граница с Германией. И здесь, в соседних городах, также живут русскоязычные общины. И наш уже храм, который находится в гараже, он переоборудован под православный храм. Там есть иконостасы, иконы. То есть внутри это действительно как настоящий православный храм. Нам уже стало тесно. Он вмещает около ста человек. И уже порой на какие-то крупные богослужения, великие праздники у нас уже становится очень душно и тесно. Много детей, людей разных возрастов, и среднего возраста, и молодого, и старшего поколения. Вот возникла идея строительства храма. Святейший патриарх Алексий, когда он посещал Страсбург в 2007 году, он встречался с храмом. Его тогда сопровождал нынешний патриарх Кирилл, и они вместе вели переговоры о выделении земли под строительство храма. Земля была выделена в 2011 году. был создан проект, он получил благословение святейшего патриарха. Мы сейчас занимаемся оформлением всей необходимой документации для ведения строительства. Я думаю, что мы уже находимся на пороге ее получения. Потребовалось очень много подготовки бумаг, французская бюрократия очень требовательная. И сейчас мы уже подходим к тому моменту, когда мы получим разрешение на строительство. Храм будет выглядеть, я надеюсь, вот таким образом. Это храм и рядом комплекс церковный, где будет зал, где будут представительские помещения. Место выделено в центре города, рядом с европейскими институтами, на берегу канала. Очень живописное и красивое место. И этот храм, сделан его эскиз, сделан с храма святителя Николая на острове Влаам. Этот храм необычный еще и тем, что в XIX веке, когда Россию посещал Александр Дюма, отец, он посетил Влаам. И когда он подъезжал к Влааму, то он увидел Краснекольский храм, стоящий на берегу острова, над водой. Он был очень поражен его красотой и оставил воспоминания об этом храме. И мы узнали об этом позже, когда уже наш архитектор из Санкт-Петербурга Юрий Кирс сделал проект по этому храму. И один его знакомый искусствовед, увидев этот храм и услышав эту историю, что вот он взял за основу Влаамский храм святителя Николая, рассказал ему историю о писателе Александре Дюмаце. То есть наш архитектор, создавая проект, не знал о том, что вот он берет за основу храм, оставивший такой глубокий след в сердце одного из знаменитых французов. Поэтому для нас вот такая связь с Влаамом, она оказывается очень близкой, живой. Я надеюсь, что мы как-то будем развивать эту связь, потому что не случайно, видимо, она возникла. Не зря с северным Афоном русским храм будет иметь вот такое шатровое северное воплощение с одной золотой луковкой около 47 метров. То есть это достаточно будет высокое здание. Учитывая, что рядом низкие здания, то храм будет очень выделяться и будет виден издалека. Я думаю, что это, конечно же, будет помимо того, что это будет центр православия, здесь в Страсбурге, в Европе, это еще будет храм, действительно культурная достопримечательность Страсбурга. Как собор в Ницце, в Париже Александра Невского, который действительно поражает французов и иностранцев своей красотой. Я надеюсь, что наш храм в Страсбурге будет тоже таким же красивым и привлекательным, свидетельствовать о русской духовной культуре. Сейчас, находясь в этом процессе, мы, конечно же, стараемся найти и благотворителей, которые помогли бы построить этот храм при всем благожелательстве властей. Они нам предоставляют все возможности, однако финансовых возможностей они нам не предоставляют. Поэтому это, в общем-то, те взносы, которые могут делать православные люди на строительство этого комплекса. Ну а вот наша община, она так растет, живет. Мы стараемся вести работу с детьми, выстроить некую систему катехизации, проводить праздники на престоле, собираться вместе, ездить по святыням, в паломничество, то есть сильно укреплять православную общину. Ну что же, отец Филипп, я благодарю вас за столь интересную беседу на очень важную тему современности и хочу вам пожелать помощи Божией на этом нелегком поприще. Спасибо, Господи. Всего доброго. Я напоминаю вам, что сегодня мы беседовали с постоянным представителем Русской Православной Церкви в Совете Европы, настоятелем храма всех святых в городе Страсбурге, игуменом Филиппом Рябых. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова